всем салют дорогие друзья с вами прослушка и сегодня я не просто так сижу в клетчатой рубашечке сегодня мы слушаем альбом замечательного человека моего ну почти кумира в общем почему потому что это поп исполнитель и мне все равно как бы безумно нравится все что он делает все его предыдущие альбомы синглы это было что-то просто джастин тимберлейк один из участников команды nsync каких-то 2000-х годах 2002 выпустил сольный альбом justified который просто разлетелся в 8 миллионами копии за следом за ним последовал следом за ним последовал вторым альбом стал фьючер секс love sounds который просто свел меня с ума особенно совместная работа с ти ай май лав вот ну и третий альбом был 2020 experience который тоже очень хорошо встретили критики и фанаты и вот наконец-то спустя пять лет он презентовал нам свой четвертый альбом man of woods давайте уже слушать мне просто не терпится у меня уже мурашки идут по коже я так долго ждал этого дня 2 февраля альбом открывает первый сингл feel free это очень такая интересная работа новое звучание какое-то вот это бас-гитара она просто такая шикарная я ну я дико кайфану когда услышал этот сингл и клип был очень интересный там робот такой танцует видели на очень напоминает мне кажется он также работал над этим альбом с фаром уильямсом вообще всегда нравилось то что в треках у исполнителей меняется звучание музыка полностью как-то переворачивается начинает что-то другое и потом дальше возвращается либо просто она плавно как-то перетекает в другое звучание я не знаю как это сказать в общем в фьючер секс love sounds там была такая тема я думаю вы слышали этот сингл так что идем дальше меднайт самый тем так и хочется в общем джемиться на какой-нибудь летней веранде вечериночка такая на крыше лофт такой был бы крутой и все такие вау с коктейлями ходят он мне нравится то что на заднем фоне там чё-то повторяют чувак сегодня будет по ходу кстати треки то какие длинные очень насыщенная музыка слышите то есть там и скрипки и клавишные гитара крутой момент офигеть я давно так не кайфовал я помню эту рубашку отдел когда первую свою прослушку записывал альбом маленький парк он мой лай и я там вообще очень здорово кайфанул тоже сейчас прям взял я считаю то что джастин тиберлайк один из то лучшую лучший просто исполнитель поп исполнитель в америке больше никого нет все ваши викинды бруно марсы все это от той шляпа вот самый настоящий поп исполнитель который может спокойно занять место короля как это круто во я вот про это говорю блин я тебя обожаю офигенно очень круто идем дальше следующий саус еще это на название песен смотрю я могу вам конечно показать как-то аккуратненько сделать о открыт просто плейлист и так саус такая американщина чувствуется это тоже хороший трек гитарки прикольные опять же простенький припев все пока по стандарту идет но могу сказать что неожиданно для меня ну услышать такое так-то она в принципе легкая вообще вот реально напоминает такого американца это не кантри вот но представляется американец такой вот прям вот в клетчатой рубашке может там с шляпой джинсы синие было бы прикольно если бы это еще на акапельно как-то перешло эх надо было чуть раньше это или просто удлинить как-то эту концовку было бы прикольно но что-то ты резко ее убавил джастин ну какого черта вот ладно и делаем дальше хагер хагер эххххх мне очень нравится то что он использует акустическую гитару вот уже который трек и здесь вообще ритм такой крутой балдежный прям вообще по-любому в плейлист я уже знаю слова практически а я ха я ха я ха я ха я просто музычка опять риску бавляет джастин как у черта wave так реально американщина тут у нас неожиданный поворот чувствуется то что человек стал взрослее и не удивлюсь если он полностью с головой уйдет в контре и он там будет лучше вот это же музыка американцев они там все это слушают а у нас голимую попсу слушают нормально кто принял участие в записи альбома man of words 5 студийный альбом разве пятый i'm in experience 2-2 все окей ладно ну короче я вас понял так ну кто приложил здесь у нас руки timbaland это первый neptune 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 rob nox да не какая-то в основном в общем руку приложили neptune если кто не в курсе это фару ливиум с их юга музыка этого альбома будет сильно отличаться от всего того что я делал ранее но как я это и слышу сейчас очень отличается и это очень круто круто когда артист меняется делает что-то другое развивается как-то не стоит на месте пап знаете почему называется альбом man of words timberlake назвал альбом по имени своего сына силас которая он означает man of forest идем дальше morning light совместная работа с алишей кейс алишки срочек это играет мне нравится начало это вот половина альбома и я уже могу сказать что альбомные любители знаете что замечательно альбом стартовал на первых строчках в apple music в 71 стране в топ-чартах просто это же круто я думал у нее будет только припев say something очень крутой клип в я просто был в шоке от того то что я увидел как как это все снимался это еще одним дублем интересно сколько они лепетировались это джастин тимбройг играющий на гитаре блин вообще короче и это концовка она прям такая крутая когда там кучу людей поет Jayone says sing 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 song song size say something say song say song say song say song Понимаете, что тут неспроста это интерлюдия. Hair's нас готовит к следующему треку Flannel. Простите. А что вы мне не сказали, что у меня микрофон повис? Какая-то спокойная часть альбома пошла. Вот так вот я сижу и просто слушаю, сколько уже 3 минуты прошло. Блин, ну приятно слушать его песни. Их даже, мне кажется, будет круто слушать в дороге. Допустим, ехать куда-то, просто включить полностью альбом и кайфовать. Очень круто. В принципе, это круто. Это вообще крутой трек, чтобы уйти в себя, улететь куда-то и так далее. вот свежо звучит. Ну диско 80-е где-то, наверное. Ещё бы клип такой сделать в виде честный. трек. Прям настроение сменилось треком. начало. Я же говорю, очень крутой, легкий альбом получился. в основном прям вообще заходит легко. уходит в тишину трек. «Leaving of the land» Мне нравится, как он обращается с музыкой. Всё равно я буду любить больше всего старые треки Джастин Тибелек. «What goes around, comes around», «My love», «Like I love you», «Rock your body», «Mirrors». Короче, вот, ну все такие старые синглы. «The hard stuff». Ну давай, давай. Дай-ка мне чумелёк. Реально кантри какой-то. Это надо быть американцем, чтобы всё понять абсолютно. И прям вообще дико кайфануть, наверное, с этой музыки. 16 песен. Я так привык. Это было очень забавно. Очень крутое окончание альбома. Как круто и мило очень. Ну что, вот и всё. Мы прослушали этот альбом. Вы видели мою реакцию. В начале она была очень крутая. Особенно на Midnight Summer Jam. Но потом я начал как-то даже, можно сказать, скучать. Но что я могу сказать в поддержку? В принципе, альбом слушается. И если чем-то заниматься, что-то делать или ехать куда-нибудь в дороге, идеально просто зайдёт этот альбом. Очень круто. Напоминает такой американский кантри. Вот. Простой белый человек. Гитара. Вот «Say Something». Я бы «Say Something» выпустил первым симком, чтобы сразу дать понять людям, что именно такое мысло выйдет у меня на альбоме. Потому что по предыдущим синглам этого не было понятно. Вот. Очень крутые видеоклипы. Совсем скоро, я надеюсь, я начну читать переводы всех этих песен. И я надеюсь, вам понравилась эта прослушка, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Всем пока. Check it out!